Музыка Хотел бы выразить свою надежду и заинтересованность, что на смену 2014 году, году глубочайших потрясений в наших отношениях и потрясений фундаментов безопасности всего континента Европы, пришел бы год позитивных изменений и восстановления нормализации в отношении настолько взаимозависимых стран, стран, как Европейский Союз и Россия. Я рад заметить, что этот год начался активными контактами между представителями Европейского Союза и России. Все послы Европейского Союза 13 января встретились, имели содержательный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 14 января в Москве с визитом посетил в Москву Вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы Союза энергетики, господин Шевчович, который имел встречи с зампремьером Дворковичем, и с министром Новаком, и с председателем Газпрома Миллером. Это был, если вы заметите, первый визит такого высокопоставленного представителя Европейского Союза с начала конфликта в Украине. Третий в понедельник министры иностранных дел Европейского Союза уделили большое внимание, и состоялась первая содержательная встреча и разговор, дискуссия о статических отношениях с Россией. Эти факты показывают то внимание, которое мы, Европейский Союз, уделяем отношениям с Россией, потому что мы разделяем общий континент, мы разделяем общую историю, и мы надеемся, что этот год станет годом возрождения наших отношений между ЕС и Россией, которые были повреждены очагом конфликта, который, к сожалению, еще продолжается в Украине. Хочу бы заметить, что даже в период самых серьезных политических напряженностей если Россия продолжает диалог по разному кругу вопросов, во-первых, в сфере международной политики, и об этом также говорилось в выступлениях министров стран Европейского Союза в Брюсселе в понедельник. Мы будем продолжать наш диалог по таким важным, горячим точкам мировой политики, как Иран, Сирия, процесс ближневосточного мирного урегулирования, Афганистан, необходимость наших общих усилий с борьбой против угрозы терроризма. Нам еще раз напомнили события в Париже. В то же самое время мы также заинтересованы продолжить наши контакты и развивать отношения уже на двусторонней основе в этих сферах, которые не стали частью ограничительных мер или так называемых санкций. И в этом контексте мы будем продолжать свои двусторонние программы, которые очень важны для того, чтобы мы выдержали ту динамику наших отношений, достигнутую в течение последних 20 лет.